Ныне у нас 12 спецпочтений, и само это число находит на раздуманное. Понятно, оно всегда символизировало какой-то завершившийся цикл, какой-то сомкнувшийся круг. Это единственное число, которое имеет синонсис. Дружина даст. Насколько оно считалось сильным и важным в нашем мире. В чем, как мне кажется, сила нашего первого, но даст Бог не последнего, завершенного круга наших детей. Мне кажется, что эта сила – это значение многообразного. Во-первых, определился золотой список, если позволено будет так сказать, постоянных участников чтений, и не всегда радостно. Во-вторых, обозначился умственный, а может быть самое главное, духовный уровень, это не масштаб чтений. И, опять-таки, мне кажется, он очень высок. Это по-настоящему, то есть по-нормальному академический уровень. Вроде бы это банально, сколько академии принимают участие в наших астерских чтениях. Поскольку я, простите, сама академия – двух академий, я знаю, как трудно удержать этот академический уровень. И самое главное, что этот уровень ценят мои специалисты, в которых я, в принципе, не знаю, скажу о чтениях, и всегда рассказываю, всегда показываю сборники нашего студентского чтения, и даже, насколько могу, изображаю участников лица. И, наконец, чтения все больше поворачиваются от этой диспании точки зрения в сторону тех, для кого, собственно, и трудимся мы все. Для прихожан – священнослужителей. Для студентов – преподавателей. Для экскурсантов – музейные работники. Для паломников – хранителей святынь или святынь. И, конечно, по всем этим направлениям можно двигаться и вперед, и вверх. Но пути проложены. И спаси Бог тем, кто начинал их прокладывать. Что до предложений на будущее – это свершение первой части вводами моего выступления, то я позволю себе одно огласить сразу, а одно оставить на конец моего сообщения. Первое пойдет без традиционного введения в тему. Я хотелось бы начать с того, что не столько, может быть, радует, сколько тревожит. С благолепием, которое, боюсь, может овладеть нами, участниками наших чтений. Нам хорошо, нам очень хорошо любить душевными заслугами и организационными усилиями устроиться. Но за калиткой нашего душевного и интеллектуального массажа что происходит и кто в объекте. В том числе в объекте звучные, однако от этого не менее полезны. Мировые религии все очевидно и теснило мировыми сервисами и подпольными братьями. Национальные пожары не касаются никакими мироморческими силами сколь угодно между народами. Культура все больше репутсируется до попсы, а политика дольше сын. Я понимаю, что у переводчиков здесь будут проблемы, но я думаю, они с ними справятся. Молодежи откровенно указывают на дверь. Только не на дверь в будущее, а на дверь в никуда. Авторитетный журнал Шпигель обсуждает назревающую генерационную войну, войну поколений. А мамами этих предыдущих поколений могут, надеюсь, Бог милостив этого не произойдет, оказаться суррогатскими, а заказчиками лесбиянки и те. Вот почему, с моей точки зрения, драматизм, тревога и боль там, снаружи, переначивая на это рынок, могут и должны пойти к нам внуки. И не просто в настроение, но в само проблемное поле чтения. Оттого и тема моего доклада была умышлена и сострена. Опять-таки, мне кажется, сегодня не время для победных фрилансов. Теперь к теме. Истинка. Из двух концептов, которые были вынесены мной в это проблемное поле, главным, конечно, представляется слово «концерт» «правда» или «начерность». Я сокращу эту часть, учитывая эрудиционный фон присутствующих, а также то, что доклад будет допечатан и подойдет только к резюме. Если посмотреть англоязычную группу, но из числа того, что мне ближе всего, то оказывается, что правда, она же истина рассыпается на лояльность, постоянство, надежность, определенность, фактуальность и соответствие образцу. Реальность, аутентичность, законность, справедливость, подлинность и честность. Это не обязательно переводить. Это просто показывает, какое огромное количество значений, включает такое, казалось бы, простое, для всех понятное слово. Консистенции, reliability, liability, faithfulness и так далее. Невольно приходит на память Почти Милата, его знаменитый вопрос, адресованный Христу. Поскольку я работаю со студентами, то мне приходится застать. Я говорю представьте себе, вышкальный римский груз, его безупречную логику, ясно, последовательно. И как он был разгрызён этим галилейским бомжом. Когда мои студенты начинают понимать, правда, цель этой ситуации. Который имеет наглость толковаться на месте какой-то пути и о чём. Добро бы что-нибудь приличное, реальное, о какой-то истине. Дальше следует знаменитый вопрос. Так всё-таки, что такое жизнь? Результаты по англоязычному миру я вкратце доложила. Результаты по славянскому миру, собранные по всем этимологическим словарям. Вот вопреки ипотезе отца Павла Творенского, который был человек чистый и думал, что истина происходит от естины, от того, что есть, что вечно присутствует, и действует, если угодно. Истина по-славянски произошла от того, что её эту истину истнули, то есть её вытаскивают из человека, который висит на тыге. А подлинность, тоже стоящая рядом с ним, это то, что человек кричит, когда его секут линьом. А линия-то верёвка такая, 3 см толщиной, это было традиционное наказание матросов. И возникает вопрос. Уж если авторитетные словари, как говорят, неужели без крови, пытки, без ужаса и унижения до истины не добраться? Вот мы знаем, что экономически мы слышим «я весь истину». А истина делается не то протоколом допроса, не то миражом, сотканным, услужливым, ведомством, голосом. Поэтому самое простое, что я могу предложить своим студентам, это чистосердечный и простодушный деталь, который написал так. Истина есть противоположность в жизни. И всё. Прихожу ко второму слову-концепту. Свидетелям того, что, прежде чем осуждать, слышать, и не слышать, и разобраться они так много. Ну, тоже пропускаю детали, но слово пошло из римского права, понятно, а римское право было разработано, и никаких, ну, смыслец, не терпело. И вот первый парадокс. У меня все-таки студенты-литературоведы, лимфисты, переводчики-културовцы. Им надо что-то, что было бы полезно для них непрофессионально. Оказывается, даже время были свидетели просто тестис и свидетели орбиты. Тестис – это тот, кто очевидец, это понятно, но при этом сам находился на виду. Орбитр – это наблюдатель того же самого происшествия, но для других он не виден. Тестис делает на суде то же, что делают свидетели сегодня. Дает показания. Арбитр приглашается только в особый случай и для особых целей. Это как бы некий самостоятельный судья того или другого дела, при том, что судьи Юдекс в Риме были их в этапе. Но Юдекс – это чиновник от правосудия. Он выносит приговор по долгу службы и по губке законов. Но даже прагматичные Римы в собственном опыте испытали, что всю жизнь, все ее казусы, драмы, в литеру закона, простите за колокольчик, без остатка ни у кого. И поэтому для случаев, не предусмотренных законом, разрешалась особая формула и спрашивала судью арбитра. И действовала она еще с времен знаменитых 12 этапов. Первое юридическое уважение. Получается, что только арбит способен судить свободно, ибо лично не зависит не только от одной из сторон, но главное – давление памяти о всех прошлых прецедентах, потом это будет особенно важно, или нынешних сопровождающих обстоятельствах. Он не третья сторона, он превыше любых сторон, ибо находится в ней и на ней. Коротко говоря, даже для язычников Римля – это свидетель от неба и судья от полуга. Он не обеспечивает собой будущее. Слушайте, чтобы свидетели заговорили, кто-то должен их слушать. Я хотела бы начать именно с этого главы. Потому что сперва надо иметь возможность просто слушать, и только потом желание и умение что-то слышать. Насколько ограничена была возможность слушать при тоталитарном режиме, граждане, жившие при этом режиме, знают, где их тяжелось. Ну, поскольку личная память – это лучший свидетель, хотя и не был. Я приведу только несколько эпизодов из моей сначала детской, а потом взрослой памяти. Вот, страшно сказать, 1953-1954. Еще только первое дуновение в будущей оттепи. И не все, вероятно, помнят, что для бывшего Советского Союза это первое дуновение началось с закрытого бисьма Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза о пульте личности Сталина. Мои студенты, по крайней мере, этого точно. А студенты спрашивают, а зачем единственные на всю страну партии писать своим членам письма, а тем паче зачем их закрывать? Отвечаю, а у меня в доме партийных не было. Поэтому, это при том, что мама была за фактором, это маленькое чудо. Поэтому у нас не было прямого доступа слухового к этому письму. Но хорошо помню. Прибегает к нам домой лаборант мамин лекарства. Человек немолодой, очень честный и навеки на пугу. В сороковые годы, всему разных семейных обстоятельств он оказался на временно оккупированной территории. А во всех тогдашних анкетах стоял вопрос, был ли на временно оккупированной территории. По этим анкетам людей брали или не брали на работу. В партию их не принимали никому. Прибегает лаборатор, сам ничего не слышал, потому что с такой анкетой партию не брали. Он приведет к нам, закрывает плотно входную дверь. Потом дверь в прихожую, также плотно. Потом дверь в комнату к маме, также плотно. И шепот рассказывает ей битый час задержания закрытого письма, которое он не слышал, но слышал его пересказ. Вот так выглядела возможность что-то слышать. Вопрос, почему письмо? Потому что это возник новый партийный жанр, доверительная беседа партии со своими людьми. Где ничего не приказывали впервые, даже не утверждали официально, а делились мыслями. И появилась первая сенсация. У партии есть мысли. Вот так двигалось право слышать. Так оно отвоевало себе позицию. Ближе к нашей теме еще. Завершался этот процесс в 80-е, когда сенсации шли обвалом и были намного круче, как говорят мои студенты, чем те, что изумляли в 50-е. Вот год в 1985, то есть самое начало перестрой. Лето в Крыму, небо синее, море синее, пляжи полные. И посреди этого пейзажа у всех, кто на пляже, стоят черные пеналы радиоприемников. Все рижского производства. Все единственные тогдашки в Союзе транзисторы спидлов. Но присутствующие из молодого поколения вообще не знают, что это такое. А кто бы старше, может что-то и было. Все поголовно включены. Все впервые в открытую. И у всех громко вещают русские редакции. «Би-Би-Си», «Голос Америки» или «Свобода». На весь пляж. Через несколько лет, должна признать, уже очень мало кто будет слушать эти дакции. 1987 год. Те же пляжи Крыма, но сенсация глупая. Первый раз приезжают и обомлевают. У всех на голых телах листят кресты. На синем море, на фоне синего неба у детей, у взрослых, у мужчин, у женщин, у лиц явно криминальных и у интеллектуалов с бородками эспаньонных. Проходит пять лет, начало 90-х. Похожие фигуры перемещаются в Сиферопольский аэропорт. Мужчины все с кейсами, женщины с саквояжами. Саквояжи большие. Все летят чартерными рейсами в Израиль. А по полу разбросаны рекламные листовки. «Пройдите маршрутами Иисуса Христа». Вот это свидетельство истины или нет? По мне, безусловно, да. Потому что истина говорит не только о нем, она говорит и о нас. Причем таких, какими мы есть и любыми. Но только вопрос. Хочется ли нам услышать про себя с дистанцией и нового времени? Позволью себе, говорю, только о своего лица. В этом усомнится. И не хочется слышать свидетелей и свидетельства не только потому, что они бывают страшными. И не только потому, что они бывают смешными. А усмехаться над собой, к счастью, это не про наших участников. Мало кто умеет, еще меньшее число людей будет. Свидетельство и свидетели – это встретить в свой голос других. Другой человек. Другой культур. Другой социальной или религиозной ситуации другого человека. А другология – это не другая. Хотелось бы надеяться, что мы становимся более терпимыми вообще. Хотя насчет религиозной терпимости я больших надежд пока не знаю. Но что вот это, по аналогии с политической корректностью, религиозная корректность означает? Что мы научились спускать других в себя, ощущать другого изнутри. Или всего лишь терпим кое-как его присутствие. Не внешность его судьбы. Не беря на себя ответа за его приватное пространство. Это жесткие обстоимства. Privacy – это невидимое предупреждение. Все чаще читаешь не на воротах того, а на лицах людей. Ну и тренировались только. Сфотский глагол «the plan» переводить не надо, все будет в тексте. Немецкий «the» и английский «to see» предполагают именно это. «Наблюдать». Если угодно, контролировать. Это совсем не то же, что подразумевает церковно-славянский глагол «внимать». Ну, сколько кушнинского пророка, и небоглаз, который к нему возвал, лишь и в нем. Внимать, то есть иметь внутри себя. Принимать душ. А достался-то глагол нам наследство. От времен святых Кирилла и Мефодия можно бы уже и выучить его значение. Выучить не знаю, а вот применить в жизни – большая проблема. Готовы ли мы внимать другого, позволив ему в то же самое время остаться с одним собой? Христовы слова «я путь» дают ли нам понять, что на этом пути пилигримы будут разные, и увидят и услышат они разные. Умеем ли мы сохранить эти различия, не разрушив наше единство? А единство не подавляет и не отлетает наше безразличие. Мне представляется, что истина не плюралистична, она диалогична. И последние две иллюстрации я хотела бы в этой предложении кеме вам представить. Свидетельство для своих. Из серии книг издательства «Дух и лидера» у моей крымской студенческой аудитории наибольшей популярностью пользуются две книги. Одна – это словарь христианских терминов и реалий академика Сергея Адельницова. И вторая – это описание паломничества по Святой Земле, Палестине, группы студентов Киевской духовной академии, и, не страшно сказать, создание 919 год, лета, меньше трех лет до начала Первой мировой войны, под руководством профессора Александра Глаголева, ныне канонизированного мученика, и в сопутствии его ученика. Я остановлюсь только в этой книге. Почему она пользуется успехом? Ну, прежде всего, через сто лет. Это краткое, но выразительное предисловие, оставшееся анонимным. У меня есть некие подозрения об актере ее, но я их не скажу. Задан очень лограничный, но очень умный дайджеф на ученической и подвинческой биографии отца Александра и упоминает своего дружбы с ее Гулгавом. А для моих студентов Гулгав, это, конечно, писатель Гулгав. Далее – это детальный дневник паломничества. Это особый стиль, на котором лежит легкий налет средний дневник. Ну, и, конечно, сверст. Третьекурсники, четверокурсники, академики. То есть, ровесники моих студентов. И вместе с ними, где мы только не побывали. У Стены плачут. И на площади Адмейдан, не забудьте, что у меня сидят. Исламисты, евангелики, свидетели Иеговы, православные, греко-католики, наши поляки крымские. Ну, и еще много сопутствующих вариантов. То есть, Каролина, прошу прощения, чтобы не позабыла. То есть, Новый год начинается в сентябре, кончается в марте. По всем национальным календарям. Поэтому каждому свое. Стена плачет. Адмейдан. Дух Маврийский. Горах. Повор. И так далее. И все это прекрасно. Все это слушалось с особым интересом. Чтобы аудитория не слишком задисковала. Скажу одну серьезную вещь. А потом перейду к юмористическому. Серьезные доказания. Как это ни удивительно, но Черноморье близко к Средиземноморье. И для моих ребят. Особенно по природе, быту, кухне, нравах. Это как бы картины старого, дореволюционного. Глобка имени Константина Борисовича Крыма. Это Палестина, которая близка старому Крыму. Глобка на крымском языке значит в карыше. Это значит имени Константина Борисовича. Я ж показываю на языке жестов. Приминание имени Константина Борисовича. То есть это сравнение с родиной их предков. Той родиной, которую большинство из них уже не застало. И никогда не застало. Это серьезно. Но есть группа реальных, которая вызывает у моих подопечных особое умиление. Может быть успех этой книги тоже с этим связано. И так они бегут паломники одиннадцатого года в Святую Землю. Через 100 лет. Первый же день. Они наносят визит экзакту болгарской церкви блаженнейшему Иосифу. Второй. Дальше цитат. Сокращенный. Он очень любезно нас принял. Долго беседовал. А после беседы предложил им. Обычное восточное угощение. Крымские татары, армяне, греки, всех на старте. Сластье с водой, греком и турецкий кофе. Тут мне приходится остататься. Аудитория идет в одобрительный шелест и комментарий. Вода должна быть холодной, чтобы перка на кофе не осела. Сластье это изюм. И чернослив. А я записываю на магнитный ход. Вздох. И курага. Мечтатель. И печенье. Что-то типа кураги. Досказываю. Кураги я помню я. Только я помню в детстве, продававшуюся во всех школьных буфетах и во всех автограндитерских Крыма. Твердое, как камень, печенье. Под названием кураги. Я по детскому не смыслю думала, что это французское печенье. И все время удивлялась. Почему во Франции такое печенье, которое можно гвоздить? Это крымско-татарское любимое национальное печенье, кураги, которое тает во рту. Второй визит к патриарху Русалимовскому Демиану. Тоже благословение. Принимает не просто любезно, очень благословно, любезно. Расспрашивает о Киевской академе и знакомый рефрен. Нам было предложено особое восточное угощение. Мои радостно, глико и кофе. А я с патосом. И кроме того, ликторно. Одобрение, переходящее восток. Вот это светло, смешно, радостно и тарачено. Свидетельство для других. Вот так мы и обсуждаем эту книгу поэтапно. Понятно, что исламистов интересуют одни реалии. Понятно, что католиков интересует макила святого Иеронима и Вифлеемия в храме Рождества Христова, и раскопки на месте города Абстернаума. Я сознательно огибаю комментарии, где отмечается пышность и богатство католических храмов Палестины, но бедность и мрачность храмов греческих. Мои студенты греки этого не поняли. Я намеренно не читаю страницу, где же выписуются тесные грязные арабские кварталы всех городов, у которых они едут. И даже убираю жалобы на туру, которые все время вымогают бакшишам. Убираю всякую. За все. За допуск достопримечательность, за экскурсионное сопровождение, еще плечат и торгуются. Очень осторожно отбираю эпизоды собственные еврейские, в смысле иудейские. И очень свободно все эпизоды редко завершены. И моя задача, чтобы они просто вдохнули этот воздух Палестин, этот воздух Константинополя и своими глазами и ушами увидели и услышали места тех, для кого это уже персонажи с икон из книг, но не из жизни. Они оживали, как оживали вековы. И тут я делаю строковы, как скажут материалисты, или вмешивается в произведение, как скажут верующие. Я не пропускаю эпизод с могилой России. Если аудитория не возражает, мне совсем из ним одна, я этот эпизод прочитаю, но перед комментарием сделаю папу. Догадаетесь ли вы, каков был эффект этого крошечного, даже не песота, а фрагмента? Очень короткий. Паломники едут в город Хеврон, в духу Маврийского, а дальше цитируют. От Иерусалима до Хеврона около сорока верст. Через Ярские ворота мы выехали за город, поехали по дороге и приемли, и приемли, и заехали на обратном пути. Внимание мы приближаемся. По пути видим монастырь святого пророка Ильи, построив в шестом веке, и памятник гробниц Иерархии, стоящий при дороге и представляющий собой куполообразное здание. Эта единственная, Палестинья, историческая святыня, принадлежащая евреям. Дальше идут Соломоновы Круты, Хеврон и многое другое, но каждый преподаватель это ищущий. Роковая фраза уже произнесена, а аудитория уже раскололась. Я думаю, высокоуважаемые присутствующие, помню, что с единственной святой. Вот черта, которая мгновенно расколола курс на двое. Все были вместе. У них были свои, конечно, интересы, но они были вместе. Мы даже успели бомбить тех персонажей, о которых говорится в этом описании паломничества. А такая трещина мне знакома с 1966 года, когда я по национальным проблемам была не сильна. Я была молоденькая преподавательница, очень рано учащая работать в силу своей болезни, рано учила школу, а потом институт, а потом короче. В нашем тогда еще институте и в Крым приехала учиться группа студентов-узбековых из Узбекистана. По документам они проходили капусты. Как они это сумели сделать, не знали. На самом деле они были крымским. Но Крымский КГБ оказался бдительнее, чем их коллеги из Ташкента или из Самарканта. К концу первого же учебного семестра все студенты, не благовидежные по национальному признаку, были возвращены назад, как шутили горько мои коллеги, на мать родину Узбекистана. Провожал их почти весь факультет. Митингов не было, речей не было. Мы понимали, что это только худшее положение уезжающих, и очень смутно загадывали, что ждет их родителей Ташкента. И ко мне на пивозе нашего железнодорожного вокзала, после того, как поезд отошел, подошла заплаканная девочка наша, крымская студентка в моей зубке. Протянула какой-то листочек в клеточку. На таких листочках обычно в школах математику записывали. Листок я развернула только дома и прочла. Это были стихи. Четыре строки. И они пошли со мной по всей моей жизни. Если вы позволите, строчек другие. Сгрудились. Спрятанные лица. Нас много вдруг. Они одни. Между нами пролегла граница. Мы стали. Мы. Они. Они. И фраза о грозыгнице Рахим провела точно такую жизнь. Православные протестанты, мусульмане и катон, греки и армян, украинцы, болгары и русские, те, кто молился в монастырях, кто вел раскопки, кто угощал молодых, оголодавших киевских академистов, кто велся на островах, по горам святой земли. Все они очутились по одну сторону границы. И только те, прямые наследники и единственные исторические святыни очутились по границам. Мы стали. Мы. Они. 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 По моей традиции, я не буду завершать свое сообщение выводами. Мне самой лично над ними уже думалось, еще предстоит думать и думать. Совершать же этот разговор о свидетельстве, постелось бы только одним приятным сообщением и одним приглашением. Предложение, как мне кажется, актуально, и сообщение действительно радуется. Мы только что завершили нашу традиционную ежегодную конференцию по поводу культурализма в Крыму. Это у берега моря, того же синего, того же синего неба, недалеко от Евпатории, где разработан тоже по-логическим маршрут под названием «Нок Иерусалим». Он включает в себя единственную памятник исламской архитектуры Веченьшу Маджани знаменитого Синами, ученым в каталоге Иерусалима. Православный собор Святого Николая, греческую церковь Святого Иерусалима, монастырь Дервиша в Текие и караинские окинасы заново представлены. Плюс старый год. Это очень интересная экскурсия. И я поговорила с членом комитета, с нашими соустроителями, и мы решили секцию, которая была посвящена древней Киевской Руси средневековой, назвать сурожскими чтениями, и если успенские чтения согласятся, то первую часть состыковать во времени с успенскими чтениями, чтобы желающие могли начать встречи в Клюму и продолжить в Киеве. Нам, конечно, много предстоит еще оговорить, если даст Бог этот проект осуществится, но мне кажется, что это светлая идея. А второе – это то, что связано с молодежью. Мне кажется, что недаром когда-то в Киевской академии издавали сборники богословских опытов студенчества. Ну, по нынешним временам сборники можно сменить на интернет-открытики, интернет-дискуссии. Важно, как мне кажется, другому. Тему следующих чтений хорошо было бы объявить на разных молодежных сайтах и не позднее весны 2013 года, если Господь Бог с нами смилуется и даст нам до нее дожить. А затем обсуждение порученных материалов я и сама бы с моими ребятами охотно обсудила, то есть дайджестов докладов, приходящих на чтение, можно было бы включить, может быть, в отдельный круглый стол нашего успешного чтения. Завершаем. Заимствовывая, перефразируя страху из одного школьного сочинения, кто видел помни, кто то кинофильм, кто живет до понедельника, счастье — это когда тебя услышат. Благодарю за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ Продолжение следует...